День добрый, друзья, читатели и зрители Спорт.ЮА. Меня зовут Татьяна Ящука, а у нас сегодня в гостях один из самых известных футбольных агентов Украины, агент ФИФА, Вадим Шаблеев. Вадим, здравствуйте. Ну, собственно, мы начинаем с того, что наш гость говорит приветственное слово. Все, что сейчас хочется сказать болельщикам футбола, тем, кто уже следит за вашей деятельностью. Самое главное, чтобы все набрались терпения и ждали, что ситуация в стране, я думаю, стабилизируется, и футбол наш будет все-таки радовать болельщиков и радовать тех же футболистов, агентов, тренеров и всех остальных. Ну, мы тоже в это верим искренне. Судя по вашей активности этой зимой, вы были чуть ли не главным ньюсмейкером. Насколько сложно было вот действительно в такой ситуации финансовой, в принципе, какие-то осуществлять переходы, трансферы? В начале трансферного окна, я думал, что будет еще намного все тяжелее, но на самом деле, что чуть-чуть просто направление поменялось, а так, в принципе, все на том же месте осталось. Направление, опять же, это больше Азия, Казахстан, Азербайджан, есть определенные направления. То есть, ну, в чемпионате Украины осталось, конечно, все практически точно так же, только финансовые условия, конечно, футболистов уменьшились намного. Говоря об агентских условиях, это вообще их практически нет. То есть, у вас раньше была какая-то ставка, сейчас намного уменьшилось. Можете там хотя бы в процентах? Как это происходит? Ну, я думаю, процентов на 60 на 70 уменьшилось. А в суммах, если так? Ну, их нет просто. Во многих клубах в Украине их нет. То есть, вы работаете так ради благотворительности, для помощи игроков? Ну, да, опять же, я же, если с ними работаю, начал сотрудничать, и не все ж меряется деньгами. Опять же, если я не устрою игрока, там, буду смотреть только свою выгоду, поэтому будет мое имя страдать от этого. Поэтому многим приходится жертвовать, многим это, чтобы самое главное, чтобы было игроку хорошо. Ну, опять же, это определенная перспектива. Завтра этот игрок сыграет в этом клубе, в котором я не получил денег, он мало получает и все остальное. Но через некоторое время он выстрелит, и пойдем в другой клуб, и все будут довольны, и он, и я, и все остальные. Самое главное, чтобы игрок был в пределе и был доволен своим агентом. Ну, вот вы говорите, что направление поменялось, вот действительно как-то нас немножечко всех изначально шокировал переход Леши Антонова в Актобе, а вот в этом, вот этой зимой уже и Чижов, и Оржанов тоже в Казахстан перебрались. Ну, насколько это вообще перспективное направление? Еще один игрок может перебраться, очень серьезный. А кто это? Ну, так вы уже рассказали, так дальше продолжайте. Да, я думаю, что тоже в Актобе, ну, пока месяца нельзя говорить, но я думаю, что в ближайшем будущем. Леша Антонов, я вам скажу так, что клуб Актобе достаточно хороший клуб, и Леша Антонов хороший игрок, который проявил себя. На данный момент, чтобы сказать, что он в чем-то нуждается, он ни в чем не нуждается. Он сделал правильное решение в своей карьере. Человеку тоже, как можно сказать, он не молодой футболист уже. Да, он хороший игрок, супер, все, но ему надо было тоже смотреть на финансовую сторону. Ну, он выбрал для себя, у него было достаточно много предложений, достаточно много разных вариантов, звонило людей. Ну, выбрал для себя самый оптимальный, ему понравилось. То есть Леша Антонов все-таки выбирал финансовую сторону? Ну, я вам скажу, это было и финансовая, и, можно сказать, и игровая. Актобе чемпионы, которые играли в Лиге чемпионов в квалификации, то есть это не какой-то там заброшенный колхоз, он приехал, тут первый парень на деревне, нет. Там до него были хорошие игроки, сейчас приходят хорошие игроки, ну, и тренера, во-первых. На Газаев тоже, я думаю, не пошел бы работать в какой-то непонятный клуб. Так, а с ребятами, которые вот уходят не в Актобе, а, скажем так, команды, ну, уровнем ниже, да, вот. Все-таки вы говорите, что это опять-таки финансовая сторона их устраивает? Ну, это более финансовая. Или просто они в Украине не могут играть сейчас, нет возможности? Очень много было разговоров по поводу… Ну, опять же, Аржанов не молодой игрок, а Чижов то же самое. Ну, то же самое. Поэтому они поехали, финансовое, конечно, благополучие и все остальное, они понимают, что не так много осталось. Это не 22, не 23 года. У нас 22-23 года, я еще не слышал, что поезжали. Ну, думаю, им комфортно сидится на лавке. По крайней мере, до какого-то периода так и было. Ну, я скажу, сейчас в Казахстан так смотрят, что в Казахстан страна там непонятная в футболе и вообще… Казахстан очень сильно прогрессирует. И туда уже не так просто поехать. Что раньше любой игрок выше лиги, он думал, что я сейчас поеду. Да нет, они сейчас лучших выбирают. Поэтому очень много украинцев, которых они даже не хотят рассматривать, даже на просмотр. Поэтому они уже начали серьезно относиться к селекции. Так вот, в случае, кстати, Аржанова и Чижова, это все-таки ваша инициатива? Вы предлагали футболистов или к вам обращались? Нет, я предлагал футболистов. А ими с партнерами, с друзьями предлагали игроков. Обратили на них внимание и они подошли к этим клубу. А вот вы говорите, что Лига Казахстана довольно высокого уровня. А вот насколько высокого уровня Лига Азербайджана, если судить? Ну, я скажу так, что я все игры смотрю, габалы. Я не скажу, что там уровень намного ниже. Вы же понимаете, темп нашему чемпионату задают топы. Которых сейчас осталось, к сожалению, три клуба. Было четыре и все подтягивались. Есть топы, есть команды-середники, которые хорошие очень у нас. А есть нижняя часть таблицы. Ну, я не думаю, что габала та же потерялась бы. Где-то в серединке бы она была в чемпионате Украины. Неплохой клуб, есть хорошие иностранцы. Опять же, мне там очень нравится один футболист. Додо есть такой. Ну, он достаточно много денег стоит. И финансовые зарплаты у него. Я думаю, что даже наши соединяки не потянуты. Так, на самом деле, были у Григорьчука приглашения не только из Кабалы. Допустим, очень много говорили о том, что вот-вот, и он уже в Харьковском металлисте. Да, ну, слух уже много было, я не знаю. Может, я думаю... Ну, с вами же общались. Я уверен, что ему звонили очень много людей. Много предлагали разных вариантов. Ну, вы же видели, что творится в металлисте. Менять Черноморец на металлист в такой же ситуации. И металлист оказался, как и Черноморец. И то, я считаю, Черноморец в лучшей ситуации. У них стадион, база, все условия, там, город на море, да, легче игрока заманить туда подальше. Ну, мне, например, я думаю, что навряд ли бы это произошло. А каким таким образом тогда металлист переманил Бабко и Ковальчука из Черноморца тонущего в еще более тонущий металлист? Ну, честно, я не знаю. Ребята, ребят, выбор. Я не знаю. Им самим надо понимать, что они сделают. Дальше будет видно. Время покажет, правильно они сделали или неправильно. Но у ваших подопечных тоже есть металлист? Вот, допустим, тот же Сережа Болба, который бастует. Но, тем не менее, он тоже присоединился, несмотря на то, что он в аренде, но он присоединился. В принципе, вы как-то не отговаривали его, мол, Сергей? Он уже там шахтер. Отговаривали. У него нет третьего перехода. То есть, он за игром шахтер и металлист. И он не может перейти третий раз. Может, просто стоило продолжать играть? Ну, я думаю, что он продолжит играть. Ну, вы имеете в виду металлист? Да. Он сейчас откажется от этого коллективного творчества? Ну, вы же понимаете, коллективное творчество есть разное. Посмотрите, игроки, которые в основном все уже состоявшиеся футболисты. Сергей – молодой игрок, который вышел на определённо хороший уровень. А сейчас ему надо доказывать его. Поэтому деньги и задолженности, всё остальное переносится на десятый план. Поэтому футболист должен играть, понимать. И тут не то, что коллективом. Знаете, коллективом можно тоже там за горы спрыгнуть и все довольны. Он тоже должен понимать, что он будет делать после этого. Полгода для молодого игрока, чтобы он не поиграл. Но это никому хорошо не будет. Ни ему, ни металлисту, ни шахтёру. А Болбат, кто платил зарплату в металлистику? Харьковский клуб? Конечно, Харьковский. А у них нет такого, что Донецк оплачивает? Нет. А сейчас руководство легко согласится опять принять? Эх, Болбат, ты хороший. Так у него заканчивается аренда. Вы говорите, что он будет играть весной или нет? Ну, сейчас будет металлист играть. А потом будем смотреть. Окей, хорошо. А есть какие-то предложения или всё-таки возвращение в шахтёры? Это единственный такой вариант для него. Где у него там Тайсон, которого не сдвинешь. Да, нет. Не в этом проблема. Есть у него достаточно много предложений от разных клубов. Опять же, третий переход. Он может сейчас играть в чемпионате в Белоруссии или в чемпионате Казахстана. Понимаете? Есть и от казахов предложения, и от белорусов. От топ-клубов Белоруссии. Но опять же, идти на два месяца. Сейчас всё поменять, кардинально перевести, поехать в другую страну. Опять же, летом будет приниматься дальнейшее решение о его судьбе. Я думаю, возможно, что он переедет куда-нибудь за границу. Скорее всего, в европейский чемпионат. Он согласен на понижение зарплаты? Допустим, то, что мы сейчас платим шахтёры, пойти на более низкую зарплату. И вообще это будет топ-чемпионата или этого чемпионата в Восточной Европе? Я скажу так, что Сергей не смотрит сейчас на деньги на данный момент. Поэтому он должен перейти в чемпионат, просто чемпионат, в котором он будет прогрессировать. Опять же, когда они играли в Лиге Европы, металлист подходил к президенту одного из клубов. И сам президент, который был заинтересован в нём. Один из соперников вы имеете в виду? Да. И поэтому, вы же понимаете, есть один нюанс – это контракт с шахтёром. Но Бог бы там очень много клубов интересуется, потому что он достаточно сильный футболист. Я считаю, если бы у него был европейский паспорт, и вы за него платили бы 5-10 миллионов, могли бы платить бы. Это пока у него главная такая преграда – украинский паспорт и контракт с шахтёром? Я не скажу, что это преграда. Это, опять же, он родился в Украине, правильно? Для наших игроков это преграда – европейский паспорт. Потому что я не считаю, что Хорватия и страны такого ранга, как та же Хорватия, и многие европейцы, сильнее наших игроков. Я считаю, что у нас молодёжная сборная, которая была, половину заслуживает играть в Европе в хороших чемпионатах и клубах. Но есть нюансы – они считаются там легионерами. Поэтому Малиновский, Малышев, Караваев, Бутковский, Болбат – много ребят, которые заслуживают играть. Опять же, если с паспортом, то это будет легче. А вот есть у нас такой вопрос, собственно, почему европейские клубы не интересуются украинцами или, возможно, интересуются, но мы не видим этих переходов. Вот опять-таки это первая причина, потому что они становятся легионерами или ещё вы видите? Да, есть причина, смотрите. Есть разные ограничения и в разных чемпионатах своё. То есть в Голландии одно, в Бельгии другое. Ну, везде есть такие законы, как, например, гражданин не с Евросоюза должен получать зарплату, например, в год не менее 500 тысяч евро. То есть вот, ограничения. 500 тысяч евро в Голландии – это топ должен платить клуб, поэтому есть определённые нюансы. И опять же, многие клубы, да, там, они больше смотрят на африканцев, потому что выгоднее там в 16-17 лет взять африканца, который, я не знаю, стоит, грубо говоря, с Африки за тысячу долларов приедет. И в нём какую-то перспективу найдут, перевезут его семью и сделают ещё, там, как будто он француз или второе гражданство дадут колониям легче. И вот таким образом поэтому нашим тяжелее. И тем же бразильцам, я считаю, что легче. Вот тут у нас вопрос, который всё-таки поиграл в своё в Европе, про Диме Чегринском. Как вы с ним начали работать и как сложился этот переход в Днепр, кто был инициатором? Работать я начал ещё летом с ним, подыскивать много вариантов было ещё летом. Пытались тоже перейти в другой клуб, но, опять же, и Шахтёр настоял, и у нас не до конца были там доработаны варианты, поэтому он остался в Днепре. Ну, вариант с Днепром возник ещё летом. То есть всё это время мы вели переговоры полгода. Всё-таки вы предлагали его? Или это Маркевич был заинтересован? Я предложил, но сначала в Днепре никто не верил, что он может перейти свободным агентам. А сейчас, ну, вот легко ли вообще, в принципе, пошёл Шахтёр? Потому что потом Палкин говорил о том, что, да, Дима наш футболист, и мы его вот готовы, в принципе, содержать ещё и ещё. Да, мы с Сергеем очень много об этом разговаривали, больше инициатором был Дима. Но все понимали, что надо менять ему обстановку, играть, новые эмоции и всё остальное. Потому что он засиделся, и, как говорится, у него был просто не фарт. Человек, ну, ему надо было менять что-то. Поэтому ни финансовые условия, ни там... Ещё, да, Дима отдал много лет Шахтёру, он много проиграл в этом клубе. Поэтому непросто было принять решение, но, опять же, я считаю, что он принял правильное решение. Потому что было очень много вариантов, опять же, 5-6 где-то из разных клубов. Из Турции был, из Бельгии, из Греции был. Там хотели, чтобы он пришёл, сразу играл, то есть максимум с него. Днепр готов был ждать? Днепр готов был ждать, чтобы Дима постепенно... Ну, как вы это всё видели, в первые туры он не принимал участие, и сейчас он начал принимать участие в играх. Я считаю, выглядит достаточно хорошо и подтверждает свой класс и уровень. Так, а вы рассчитываете на то, что всё-таки аренда будет, или там будет переподписан уже полноценный контракт, или полгода, а дальше опять будут какие-то варианты? Ну, Дима перешёл в статусе свободного агента, поэтому у него полгода контракта остаётся. Но я думаю, что если Днепр будет заинтересован в услугах Димы Чегиринского, я думаю, что мы просто продлим и никуда мы не будем искать что-то лучшее. Добра добра не ищут, поэтому я думаю, что просто останемся в Днепре. Тут не главное, что говорю, были финансовые условия. Так, по предварительной информации всё-таки да или нет? Днепр, Днепр или? Я думаю, что Днепр. Спрашивают вас, Вадим, а откуда у вас средства на покупку лицензии агента? Ну, тут у ЕФА, у ФИФА, да? Ну, объясню так, что средства на покупку, она недорогая, я вам честно скажу. Там взнос в районе 10 тысяч гривен. Ну, опять же, любой желающий может получить, заниматься и без лицензии. Поэтому небольшие средства, как раньше говорили, 100 тысяч долларов и ещё что-то, нет. Так, а что даёт вот эта вот приставка, что вы теперь не просто агент, а агент ФИФА? Это позволяет вам что, какие есть привилегии? Никаких, честно. Ну, какие привилегии? Просто есть какая-то лицензия, которую, можно сказать, я доставал в жизни 2-3 раза и всё. Это кто-то требует какой-то из данной программы? Это, опять же, чтобы регистрировать контракты, чтобы я официально был в Федерации футбола Украины, чтобы я мог регистрировать свой контракт и представлять, и в случае каких-то нюансов, чтобы Федерация могла меня защитить и меня наказать. То есть, всё, чтобы контролировались Федерацией. Поэтому давали лицензии. Вы уже работали с Федерацией. Итак, хотелось, где-то у нас тут был такой вопрос по поводу того, что вас считают, правда ли, что вы официально работаете на «Шахтёр» как клубный агент? И, насколько, говорят, интересно ли быть подконтрольным человеком? Насколько это правда или может просто ассоциирует, что у нас очень много игроков, именно принадлежащих «Шахтёру»? Вы сплеваете, слухов и завистников, и разных людей может быть достаточно много. Почему у меня много игроков «Шахтёра»? Потому что я живу в Донецке, знаю всех ребят. Я ещё был воспитанником академии. Поэтому, я не знаю, в первую очередь, первые мои клиенты, это были «Металлур Донецк» и «Шахтёр». Можно сказать про «Металлур Донецк» то же самое. Про Ильичовец, про кого угодно. В «Динамо Киеве» у меня тоже есть футболисты. И Сидорчук, и Цуриков, и тот же Шевченко Алексей. Да, можно говорить всё, что угодно. То есть и в Карпатах у меня игроки, и во всех клубах Украины достаточно большое количество игроков. Поэтому есть определённая программа такая «Вайскаут» мировая. Это для тренеров, для клубов и всё остальное. Например, сейчас агенция, которая с 1 апреля у меня будет первая в Украине, я так думаю, которая переходит на новый формат. И она сейчас входит в тройку. Вот на данный момент. По качеству и количеству игроков. В тройку лучших в Украине? Именно в «Вайскауте». Нет. Ого. А ну расскажите немножко, это вы с 1 апреля открываете собственное агентство или просто переводите его как-то на… Открываю агентство своё, как юридическое. Там сопровождение очень серьёзное будет. Поэтому я думаю, что с 1 апреля будет запущен. В вашей команде кто? Вот вы говорите юридическое будет. Это кто? Вы? Юристы? Юристы. Есть ребята, которые тоже работают у меня. То есть ваши помощники точно так же работают агентами? Ну, опять же, есть определённые задания, есть определённые нюансы, обязанности и всё остальное. Есть люди, есть штаб определённый. Поэтому, как бы, до недавнего будущего можно сказать, что у меня и был помощник, он и есть. Ну, я привык, что всё равно всё я делаю сам, контролирую, потому что я не могу свою ответственность перевалить на кого-то. А в вашем этом агентстве будет сколько игроков, вот ваших подопечных? Вы уже так по себе подсчитали? Ну, да. Количество? Ну, я думаю, что будет больше ста в любом случае. Ну, опять же, у меня достаточно игроков, которых я вёл. Я буду их и вести полностью, только я, правильно? А новые игроки, ещё кто-то, ребята, которые подпишут на себя, у меня будет там работать определённый штаб. Я не могу пока сказать фамилии и имена, но это люди, которые с футбольным прошлым, ну, они будут на себя заниматься с такой же деятельностью тоже в составе компании. А на каких условиях вот футболист может присоединиться к вашему агентству и что нужно сделать? Вот, потому что сейчас ваш это именно в слуху и хочется. Ну, опять же, да. Звонят много игроков, много людей, иностранцев. Вообще, на самом деле, пишут просто колоссальное количество там. И в WhatsApp везде просто. Facebook, там вообще катастрофа. Там африканцы обрывают всё, всё, что можно. Ну, времени нет. Поэтому вот это всё я хочу, чтобы ребята, которые будут работать у меня, занимались. Поэтому всем внимание одинаковое я не могу уделить. А определённые игроки, с которыми я начинал с самого начала своей карьеры, можно сказать, в начале их пути, да, это сейчас ребята, которые на очень хорошем счету в Украине. Ну, это те же ребята из ЗАРИ. Сергей Болл Бартор, где-то. Ну, и я начинал работать. Можно сказать, они начинали свою карьеру на профессиональном уровне. Так, а вот как вы участвуете ещё в их жизни, вот кроме того, что, ну, вот, да, вы представляете их интересы? Это вот… Ну, это круглосуточное общение, можно сказать. То есть, постоянные звонки, постоянные разговоры. Опять же, есть же разные ситуации. Есть ситуация жизненная, есть ситуации футбольные. То есть, ну, я пытаюсь помогать и там, и в жизни, и в футболе. Так, а если у футболиста, получается, что-то да и не ладится, первому звонят вам. Ну, в основном, да. Ваша реакция какая? Вы начинаете успокаивать? Это психологическая работа или… Ну, это разное. В основном, что надо действенная работа. Психологически, конечно, тоже частенько, но в основном есть разные нюансы игроков в жизни. Вы же понимаете, опять же, игрок – это тот же человек, у которого есть определенные моменты в жизни. На друзьях зарабатываете или позволяете им как-то так… Ну, есть много нюансов. У меня много… Каждый игрок, с которым я работаю, можно сказать, мой друг. Есть определенные нюансы. Если игрок доволен, почему бы не выполнять условия нашего договора изначально? Угу. Я же не… Не получается так, что вот подписал футболиста, например, со сборной Украины, да, все, ты мне будешь там платить, давай. Это нет. Опять же, он должен увидеть пределную работу и быть доволен ей. То есть там нет у меня конкретно такого, что вот, ты будешь сплотить столько, вот столько, вот столько. Есть определенные нюансы. Мы садимся за стол, обговариваем, все довольны, продолжаем работать дальше. Вы вот этой зимой помогли уйти из Ильичовца, как всем кажется, команда, которая должна покинуть премьер-лигу. Я не думаю, что она покинется. Не думаете, да? Вы думаете, останутся? Потому что вы чурка обратно вернули с трех лидеров. Я считаю, что команда очень хорошая на данный момент собралась. Молодые ребята, которые будут прогрессировать, они уже за три игры взяли четыречка. Больше, чем за прошлый круг. Поэтому кто-то уходит, кто-то приходит, команда растет. Я считаю, что ушел Андрей Татавицкий, который очень здорово вошел в футбол Зари. И вообще, я думаю, что он нам очень поможет. Поэтому будет играть. Ушел Кулыч, который, опять же, тоже ему надо было что-то менять. Ну, ребята поуходили. Ну, и ушел и Бутко, о котором говорили, наверное, больше всех. И вы же тоже читали эти высказывания Олега Романовича Лужного. Ну, Олег Романович, у него есть свое мнение определенное, понимаете? А игроку Богдану я не разделяю мнение политики и футбола. Я согласен, предатель, можно любые слова подобрать, все что угодно. Если он сидел три года в Мариуполе, и он просто деградировал футболист. Он варился в собственном соку. Не то, что там плохой Мариуполь, еще что-то. Ему надо были новые эмоции, новые... Человек тоже имеет свойственность. Когда все стабильно, все прекрасно, он успокаивается. Поэтому Бутко в последний год, когда я видел, ну, это не тот Бутко, который был в национальной сборной и в остальных командах. Сейчас я посмотрел первый тур, когда они играли с торпедо, с Москвой. Ну, Бодя был лучший на поле среди двух команд. И два ребра сломал. Ну, два ребра он вначале сломал, но он выглядел просто... Я такого Бутко видел в Луцке, наверное, в последний раз. На самом деле он очень здорово выглядел. Поэтому человек, он не поехал за деньгами, еще за чем-то. Я не думаю, что в Украине, по-моему, меньше денег сделали, чем в Амкаре. Амкар не такой богатый клуб, что будет там засыпать деньгами. Тоже сложности, тоже кризис. Но он поехал, опять же, попробовать себя, получить новые эмоции. А менять или что, шило на мыло. Один чемпионат, одного уровня команды. Ему надо было... Там он сыграет, тоже с хорошими клубами, с хорошими... Ну, опять же, новый опыт, новый. Он поехал на два месяца, дальше будет видно. И Личовец, например, не борется за Лигу Европы. Ему надо были бы эмоции бороться за Лигу Европы. Не борется за призовые места. Поэтому я считаю, что... И варианты в Украине у него были в такие же команды, которые, к сожалению, не борются за какие-то места. То есть куда вы кулачи отправили? Да. Так как вы кулачи отправили в металлург Запорожский. На Запорожске тоже не особо борются за призы. Но Влад ушел. Влад захотел поменять обстановку. У него родился ребенок. В Мариуполе война, можно сказать, на пороге. Правильно? Постоянно стреляют, постоянно. И это тоже психологически тяжело. Во-первых, Влад на Владу. Влад, можно сказать, потерпит. Но есть жена, есть родители жены, ребенок. Поэтому вы же понимаете, что вот сейчас объявят, кто-то обстреляет, как там было, Украину. А обстреляет, ну куда бежать, как собирает. Это все на самом деле тяжело. Когда они уже все равно все попривыкали. Футболисты, тренерский штаб. Но раньше, когда вот только это все начиналось, было очень тяжело психологически. Даже ночью не спали. Вы же понимаете, что в любой момент может случиться самое страшное. Так вот, опять-таки, по поводу предложений из России. Поступают ли они для украинских футболистов? И вот насколько вот сейчас вот украинские футболисты отказываются, не отказываются? Очень много поступают предложений. Есть, которые отказываются. И опять же, я говорю так, что у меня тоже есть многие игроки, которым поступали. Я даже приведу пример. Василий Прыма. Поступило сумасшедшее предложение из России. Ну, он... Откуда? Ну, с хорошего клуба, который борется сейчас... За золото? Не за золото, но хорошее предложение. Сумасшедшие деньги, все. Ну, он не захотел. Он сказал... Ну, потому что Василь Прыма, я же... Он сказал, что я не хочу. Поэтому, опять же, я решение своих игроков уважаю. И ни в коем случае говорю, как будет лучше для Вас. Вася решил так. Мы даже ничего не обговаривали. Решил, решил. Вот поэтому сейчас переносит трудности нашего чемпионата. Все остальное. Здесь, опять же, будут еще другие варианты. Металлурф тоже не самое плохое предложение. Тем более, он воспитанник, и, конечно же, команда играет. Выглядит Вася достаточно неплохо. Спрашивают, сколько трансферов было произведено благодаря вашей работе в нынешние, зимние, межсезонье. Ну, тут перечисляйте, перечисляйте. Но говорят, вот если вы их расставите так вот по важности, наверное, какой вы считаете был самый такой перспективный... Я считаю, знаете, по важности нельзя раз... Ну, тем не менее, как мне кажется, какой был самый такой удачный. Ну, было много переходов. Я скажу так, что во многих там пишут в прессе и все остальное многие знают. Ну, я скажу, что... Есть определенные нюансы, что каждый переход, он важный. Потому что человек получает зарплату, кормит семью, кормит, опять же, родителей. Сейчас в многих ситуациях есть, что ребята с Донбасса переезжают, заработка у родителей нет, ничего нет. Им надо перевозить семью, можно сказать, содержать там, если еще парень женат, это ему надо и жены семью содержать, и свою семью, и еще и родственников. Поэтому тоже не все так просто. А переходов было достаточно много, я считаю. Сейчас, в принципе, работа уже так подутихла. У меня один футболист, в принципе, остался, который на просмотре. Это Радченко. Так все-таки Фенербахче? Ну, да, на данный момент он находится в Фенербахче. Ну, это вообще перспективный вариант, что он подписывает контракт, или это пока его просто смотрят? Ну, его смотрят, но он всем нравится. Он и в Хайдуке всем понравился, они хотят подписать с ним контракт. Ну, сейчас идет обсуждение условий, обсуждение всего, поэтому, ну, конечно, сравнить уровень Хайдука и Фенербахче, это не сравнивается. То есть, все-таки он склоняется остаться в Турции? Ну, я же говорю, что он зашел с первого дня просто на базу Фенербахче, он все сразу понял, когда он попал. Были ли какие-то трансферы, которые вот, ну, сорвались, были вот на самом-самом мази и не сложилось? Ну, такого достаточно происходит. В каждом сезоне можно к трансферу полгода готовиться, и потом что-то не получается. Потому что Диме Чегринскому было, что он уже вот должен был в Турцию вылетать. Ну, где-то Дима решение принимал, где-то были разные нюансы, поэтому... А в Турцию куда вылетал? Ну, должен был. Хороший клуб. Хороший клуб. Спрашиваю, вот какими языками в совершенстве владеете? Наверняка же нужно. Русским. Я, честно, на самом деле, можно сказать, что на многих языках не владею, но общий язык быстро нахожу. Поэтому сейчас, на данный момент, занимаюсь изучением. Ну, это очень тяжело происходит, потому что плотный график работы. Английский учите? Да. Тяжело, конечно. На европейский уровень будете выходить? Ну, я, в принципе, скажу, что я считаю, что и так нормально на европейском уровне. Можно воспользоваться услугами переводчика. Я думаю, что это не проблема. Много сделок я сделал и с европейцами, и разных игроков и иностранцев привозили, и не было помеха, и язык. То же самое сейчас с Радченко. Я же с турками не на русском разговаривал, понимаете? Поэтому парень находится в шплите находился. Ну, опять же, европейский уровень, я же говорю, есть помеха определенная. По Радченко сошлись все карты, что он стал свободным агентом, что он стал молодой парень, который очень хочет поехать на чемпионат мира с нашей молодежной сборной. Поэтому многим игрокам тяжело, опять же, а у них есть привязка к нашим хорошим клубам, которые не отпустят. А, в принципе, вот тренер сборной, вы говорите, вот, да, Радченко хочет играть, поехать в Новую Зеландию. А вот вообще тренер сборной следят за игроками, которые вот уезжают, как говорится, вот, Казахстан, Азербайджан. Я думаю, следят. Ну, вот, а что же это Антонова, который весь там прекрасный, и вот Михаил Иванович его никак да и не видит? У него вообще есть разговор вот с тренерским штабом? Вы что знаете? Ну, я думаю, что есть, конечно, и Антонов при каждом выборе игроков, когда тренер оглашает список, он есть в расширенном списке. В расширенном списке, да. Я уверен. Ну, вы же понимаете, что в первую очередь он смотрит все, что вот рядом. Ну, опять же, Антонов остается только доказывать своей игрой. Я считаю, что первое полугодие в команде он провел очень хорошо. В 14 матчах забить 8 голов, там, дать 3 голевых передачи – это достаточно серьезные заслуги. Поэтому я думаю, что пусть заказывает свою игру, и тренера, дай Бог, заметят. Как-нибудь да и слетают в Казахстан посмотреть. Или, думаете, наблюдают, потому что что-то не верится, честно говоря. Спрашивают вас про… Вы же занимались трансфером бразильского легионера Зари Данила в Кубань. Собственно, что там сейчас, на каком этапе переговоры между Кубанью и Зарей? Потому что было очень много слухов о аренде, выкуп контракта. Потом гендиректор Зари говорил, что нет никаких сделок с Кубанью. Так что? В Кубани, да, были очень тяжелые переговоры. Мы летали несколько раз и туда, и в Турцию. Очень все тяжело проходило. Опять же, не по вине Кубани, не по вине Зарей. Есть кризис не только коснулся Украины, но и России, и всего мира. Поэтому были много нюансов. Во-первых, и по контракту Данилова. Ну, вопрос с Кубанью закрыт, можно сказать. Данилову скоро окажется в нормальном клубе, я думаю, что… Нормальный клуб – это Кубань, Заря или тренер? Нет, и ни Кубани, ни Заря. Это какая-то Россия, это Европа, это Украина? Ну, обсуждается сейчас вариант. Я не думаю, что это будет Европа. Опять же, я не знаю, какой клуб должен быть в Европе, чтобы выполнил условия Данила. Ну, это его личные амбиции или это сейчас будут амбиции Зари, которой принадлежит контракт? Ну, я скажу, что это двух сторон. Ну, в основном его. После того, что он увидел в Кубани, посмотрел, как, что… Я не думаю, что он хочет опускаться на более низкий уровень и по финансовому, и по игровому. Ну, какая там приблизительная трансферная стоимость сейчас Данила? За сколько его должны купить в России? Ну, приблизительно, как описано. Хорошо. Спрашивают вас о ваших подопечных в Заре. Вот у Саши Караваева и Макса Белого заканчиваются контракты летом. Будут ли продлены? И, собственно… Или? Ну, опять же, решение будет принимать Саша Караваев и Максим Белый. Определенные варианты для продолжения их карьеры я им предоставлю, но я считаю, что у ребят в Заре идет все хорошо. Команда, которая, я считаю, будет играть в Еврокубках, по крайней мере, демонстрировали такую игру и доказали игрой с Фейнордом, что они могут играть с любой командой. Хорошие молодые ребята, собранные в одной команде. Опять же, усилили с Татовицким, Апанасенко, Калининым играми. Ну, достаточно серьезная команда. И я думаю, что если они выйдут в Лигу Европы, вопросы сразу отпадут. Так Вы говорили, что Караваев интересен очень многим игрокам, да? Очень многим интересен. Ну, опять же… Это он хочет остаться и попробовать себя в Лиге Европы? Будем смотреть, будем разговаривать. Опять же, любой футболист и молодой мечтает играть в групповом этапе Лиги Европы. Тем более, когда они сами всего заслужили, идут к этому. Поэтому, к сожалению, они чуть-чуть в том году не дошли до группового этапа. Я думаю, что в этом… Совсем обидно и печально не дошли. Ну, можно сказать, на три минуты они не попали туда. Ну, я думаю, что они попадут. Ну, мы тоже в этом верим, тем более. Сколько податков Вы заплатили за 2014-й? Ну, такой вопрос. Мы разговариваем про футбол и сейчас податки… Ну, тогда все же сразу посчитали, что футболом-то Вы зарабатываете. Сколько же Вы с футболом? Ну, такой же, как и футболисты, можно сказать. Ну, это разного уровня? Сколько Ярмольника заплатилось? Ну, вот. Ну, с каждого игрока разные податки. А конкретно, что я Вам самому сказать? Да мало ли, сейчас народ просчитает. Бухгалтерию сейчас проведут, еще что-то. Так. Вопросы, вот, в новой компании будет бухгалтер, могут звонить, спрашивать. Каждый месяц. Народ сразу записал. Вадим, возможно ли в нашем футболе устроить футболистов в клуб без отката, тренеру, спортдиректору и тому подобное? Есть ли такие клубы, которые не практикуют откаты от переходов футболистов в их же клубах? Я скажу, что в нашем чемпионате Украины и в России что-то обезображено у людей о футболе все. Откаты – это как мы же ни в университетах, ни в больнице, ни дороги делаем. Вы же понимаете, спортивный директор в первую очередь или генеральный директор ставится. Тот человек, которому доверяет президент. И я думаю, что каждый переживает и рискует тем, что он подведет президента. А президенты у нас люди непростые, поэтому немногие идут. Я скажу так, что даже если агент будет предлагать и пытаться, только может усугубить отношения. Потому что, опять же, я говорю, каждый человек хочет ставить на руководящую должность, тем более, который отвечает за деньги. Они ставят своего человека, а не чужого. Поэтому мало кто хочет воровать у своих друзей. Поэтому просто обезображено такими. Вот у нас каждый спортивный директор ворует, тренер ворует. Да много тренеров, которые получают достаточно хорошую зарплату, тем более для нашего уровня жизни в Украине. Сумасшедшие, можно сказать, деньги. И которые не видят смысла брать какие-то откаты, закаты. Они думают о футболе спокойненько, тренируют свою команду и играют. И не хотят рисковать какими-то копейками. В нашем футболе нет сумасшедших денег. Поэтому, тем более сейчас. Я такого мало когда в жизни встречал. И в основном в чемпионате Украины это не встречается. А в чемпионате каком встречается? Ну, вы же понимаете, разные есть люди, разные чемпионаты. И я думаю, что везде по чуть-чуть. И в Европе точно так же. Поэтому тут такой стереотип. Вот Украина плохая, Европа классная. Такие же люди, такие же агенты, такие же руководители. Которые определенно одни хотят зарабатывать, другие не хотят. А вот как это в Европе так как-то работает, когда агенты довольно-таки раскручивают постоянно своего... Ну, допустим, Минраил сейчас очень много говорит о Поле Погба. Он, наверное, уже 140-200 миллионов будет скоро стоить по его словам. Почему в Украине так не работает? Почему не взять там какого-то игрока и сделать из него... А зачем? Вы же понимаете, когда ситуация в том, что Поле Погба... Погба и так все знают и видят, что он футболист очень серьезного уровня. Райола высказывает свое мнение. Понимаете, что эта информация как может принести пользу, так может и принести вред. Человек может быть себе сам накрутить, что он действительно в порядке, я там хочу сейчас миллиарды зарабатывать и все остальное. И снизить к себе требования. То есть искусственно не должно быть. Каждая статья, пиар и все остальное должно быть чем-то подкрепленным. А не так просто вот возьмем определенного игрока и сейчас мы с него звезут. Да можно сделать. Сейчас напишем кого угодно. Возьмем, я не знаю, парня молодого возраста Радченко, скажем так. Вот он Фенербахче, он там сейчас лучший просто. Тут в Украине раздуем такое, что просто капец. Новая звезда, новая Шевченко и все остальное. Но я не вижу смысла этого делать. То есть каждый материал должен чем-то подкреплен быть. Если тот же журналист будет все время неправду писать, кто его будет читать? Никто не будет читать. Потому что знает, что все, что он пишет, все вранье. Поэтому я считаю, тот же Радченко можно было очень тоже распиарить как-то. Да, ну, я не вижу смысла. Если он подпишет, дай бог, Фенербахче, об этом все узнает, будет спокойненько играть и все остальное. А посвящать прям там все его. Ну, он же не в шоу-бизнесе, он же футболист. Поэтому он должен выходить на поле и доказывать своей игрой. И заинтересовывать скаутов, клубы и всех остальных со своей проприугодностью доказывать. А заинтересовывать спонсоров это, в принципе, возможно в Украине? А когда у футболиста даже в топ-уровне, допустим, возьмем Андрея Ермоленко, к нему не липнут спонсоры и не просят его рекламировать? Или липнут? Я думаю, что в любом случае, тут же Андрей Пятов, да? Человек, который рекламирует Pepsi, у которого есть контракты определенные со спортивными марками. У молодых, многих игроков, молодежной сборной прошлого года. Многие контракты с Adidas'ом, с Nike'ом. Ну, разные есть спонсоры такие, конечно, контракты. Почему не липнут? Я думаю, что Ермоленко прохода не дает. Мы пока его не видим, как Роналду или Бекхова. Может, у него нет желания, правильно? Потому что, опять же, это все сделано для того, чтобы люди во многих чемпионатах в Европе, почему делают там шоу, представления разные? Потому что собираются полные стадионы, это сумасшедшие деньги. А в Украине такого нет. Так вот, можно было бы. Наконец, вот мы тут на Эвертон, Динамо собирает аншлаг. И вот, наконец-то, все рады, счастливы. Ну, на самом деле. Подсчитывают суммы, какие впервые-то за сезон, а может, и за два. Ну, честно, сегодня день такой хороший, что я думаю, дай Бог, что и Днепр придет, и Динамо. На самом деле, что каждые очки – это копилка Украины, и рейтинг. Я думаю, что дай Бог, что все будет хорошо. Ну, да, мы болеем тоже. А вы равняетесь на кого-то из европейских агентов топ-уровня? Или вы сами по себе? Вот такой, вы работаете, как вы знаете. Ну, опять же, равняться одно, а пытаться прогрессировать и что-то совершенствовать – это совсем другое. Поэтому надо всегда расти, не оставаться на месте и мне, как агенту, и футболистам, то же самое на футбольном поле. Чтобы на кого-то равняться – нет, у меня есть определенные принципы, с которыми я пришел в работу агента. И как бы я ими все время придерживаюсь и пытаюсь что-то постоянно делать новое, новое, новое и пытаться какие-то новые направления. В принципе, агентство – это то же самое, как и футбол. Вы же не придумаете там, я не знаю, что-то новое в футболе. Просто оно практически модернизируется. А за те же чуть-чуть их где-то как-то тактики, стратегии и все остальное. – А в Украину сейчас сложно привезти игрока? – Нет, я не думаю, что сложно. – Или опять-таки, вот как вы говорите, африканцы – телефоны… – Да, ну я скажу, что они, наверное, по Африкой бы переехали. И у нас недостаточно, что плохо в стране. – Так, игроки хорошего уровня? – Есть и хорошего, есть разного уровня. Готовы ехать. Главное – платите деньги, без проблем. Если будут деньги платить, они его, то поедут. Я не думаю, что ситуация там сильно бояться войны или бояться Украины. Да нет. Есть, конечно, которые боятся, но множество говорят – да, я поеду, и все. – Вы говорите, что немножко все-таки сокращаются финансовые условия. Ну, то есть на более каких-то так приемлемых финансовых условиях сейчас подписываются контракты. Вот Сережа Сидорчук на пять лет продлил контракт с «Динамо». Как-то его финансовая составляющая поменялась? Он как-то уже к реалии времени или «Динамо» это еще пока не касается? – Ну, я думаю, топов наших не касается пока. – А каких клубов касается? Кто переподписывает контракты? Вот, допустим, «Заря». – Понимаете, я думаю, что «Заря» тоже не самая плохая ситуация. Почему пошла такая тенденция? Возможно, ее бы и не было. – Да, появился футбольный клуб «Олимпик», который зашел со своим бюджетом, зашел со своими деньгами, здорово выступили, здорово игру демонстрировали, и все. Многие президенты – вот, а почему я плачу тут в десять раз больше, чем «Олимпик», а игра ему и хуже, чем «Олимпик». Поэтому сразу многие президенты захотели поиграть в «Олимпик». но я не считаю, что у всех получится. Потому что «Олимпик» – это «Олимпик», и «Олимпик» не один год шли в «Премьер Лигу», строили команду, строили систему. Поэтому сразу обрезать и сказать, что у нас бюджет такой, как у «Олимпик», они не понимают. – Но у них же все равно такая ситуация сложилась, что они в любом случае обрезали какие-то свои возможности, уехав из Донецка, перебравшись в «Олимпик». – «Олимпик»? – Да. – Я думаю, что они даже увеличили, когда они перебрались и вышли в «Премьер Лигу». – То есть арендовать поле в «Счастливом»? – Нет, это тяжело, это очень большие деньги. Но все равно президент «Олимпика», я думаю, что понимал, что с зарплатами «Первой Лиги» в «Премьер Лигу» не выйдешь. Поэтому не на много, но он их поднял. – Подписывают игроков зимой, да, «Бровченко» перевезли. – Да. – Тоже? – Тоже мой. – Тоже ваш. – Да, но ситуация в том, что у нас не так много клубов осталось, а футболистов очень много. Поэтому желающие есть и бесплатно играть, понимаете. «Олимпик», опять же, комплектуется, у них достаточно много хороших игроков, поэтому они демонстрируют неплохой футбол. – А вы говорите, в «Заре» не такая уже плачевная ситуация. Не такая плачевная – это какая? – Ну, плачевная там, где вообще даже нет намека на то, что платить будет. А в «Заре» как бы пытаются выполнять. Опять же, если возьмем футбольный клуб «Черноморец», который обрезал условия и так далее, да, там некоторые клубы. «Луганск» – это команда прямая, зависящая от ситуации на Донбассе, которые спонсоры все с Донбасса. Поэтому как «Заря» должна себя хорошо чувствовать, если у них все стоит? – Ну, логично – нет. – Поэтому они пытаются, не бросают, держат команду, стараются держать на определенном уровне. Футболисты на поле демонстрируют очень хороший футбол. Для чемпионата Украины они очень здорово выглядят. Руководство, то, что зависит от них, не все так просто. Когда было все хорошо и было на Донбассе, «Заре» платили и все было прекрасно. Понимаете? А сейчас идет война, поэтому реально тяжело, потому что все стоит. Они, опять же, Юрий Николаевич говорил, что зря реально базы нет. Стадион арендуется, все арендуется, все арендуется. Реально, только лес, наверное, не арендуется, чтобы побегать там. А так все у них, все платятся определенные большие суммы, поэтому я скажу, что… – Поэтому нужно терпеть и ждать, когда будут выплачиваться полноценные зарплаты или как бы предлагать? – Ну, а что остается? У ребят, у которых заканчиваются контракты, у них есть право выбора остаться в «Заре» или уходить. Поэтому они должны принимать, что для них лучше. Опять же, я же говорю, что я никогда не действую. Вот, для меня там хорошо, как для агента, например. А на футболиста наплевать, он должен принять решение, что для него лучше. – А вот у нас есть вопрос по поводу ситуации в Донецке, вы же родом из Мариуполя. Спрашивают, собственно, как вы относитесь ко всей этой ситуации. И почему-то спрашивают, дружите ли вы с Мармазовым. – Нет, Мармазово я, можно сказать, и не знаю лично. Я несколько раз, может, здоровался. То, что в Мариуполе ситуация. Хотелось бы вернуться домой. Опять же, обстрелянный район. Это мой родной район, Мариуполь. – Вы родители переезли? – Ну, родители сами. У меня отец военный, украинский военный, который тоже был в АТО определенное количество, около двух месяцев. Поэтому, как бы, я скажу так, что все прекрасно переживают эту ситуацию, полностью почувствовали на себе. То есть все родственники на данный момент, да, с Мариуполя все выехали. Ну, отец там и не был, но мать и сестра выехали с Мариуполя. И сейчас, опять же, я давно уже выехал с Донецка. То есть, ну, опять же, я же говорю, что моя семья переживает все прелести вот этого вот времени. – У вас друзья в Донецке остались? – Да, есть. – С которыми и как поддерживаете связь? – Ну, поддерживаю. – А вот просто интересно, это вот про украинские, про украинский Донецк или все-таки? – Да, людям уже, честно, они, вот с кем я общаюсь, там, ребята, я не скажу, что они кого-то поддерживают. Им, скорее всего, побыстрее бы все закончилось, вернулась бы жизнь в Донецк, вернулся бы в футбол и все остальное. Поэтому, вы же понимаете, что жить в военном Донецке, город-миллионник, очень тяжело. И люди без денег, без, ну, вообще, катастрофы. – А как вы видите, кстати, в связи с этой ситуацией, перспективы легионеров, которые сейчас в топ-клубах? Есть ли вероятность того, что вот сейчас летом будет такая тотальная распродажа? – А чем им плохо? Я не думаю, что плохо бразильцам Шахтера или легионерам Динамо Днепра. Я думаю, что все, что у них написано в контракте, выполняется. Я думаю, что им лучше жить в Киеве, чем в Донецке. Тут у них больше возможностей и всего остального. И тот же Днепр, по сути, они ничего не поменяли. Живут в своем городе, играют, тренируются на базе. Все остальное. Да, играют Еврокубки где-то за пределами Днепропетровска. Ну, опять же… – То есть никаких предпосылок? А если клубы вдруг захотят экономить? – Ну, опять же, это что зависит от хозяина клуба. Если захочет, конечно, он будет все продавать. А если сможет содержать, сможет этот… Тут даже не зависит, что вот я захотел все. Тут зависит, есть возможность или нет возможности. Вот в чем проблема самая главная. Если у человека есть возможность, он будет содержать. Я думаю, что все наши топы и вообще все клубы, сейчас остались такие ярые поклонники футбола. Потому что в этой ситуации, если бы человек был очень далек до футбола, он бы уже все побросал. – Вы верите в то… Вот много сейчас идет разговоров. Там Игорь Валерьевич Коломойский на конгрессе, когда пытался избраться президентом футбола, толкал такую очень интересную речь о том, что нужен потолок зарплаты, что миллионы и даже больше платить футболистам не стоит. Вы вообще верите в то, что возможно потолок зарплат в Украине? – Я думаю нет. – Почему? – В России пробовали сейчас ввести вроде бы потолок курса, но шансов нет. Как ты придешь к футболисту, который получал определенную сумму, к Халку придите и скажите, что у тебя будет потолок курса, он скажет, да слушайте, идите вы на три буквы и всем остальным. Я думаю, что не будет. Придите, перепишите в Днепре и то же самое. Можно ввести, но продержится это полгода. Потом этим же украинцам все равно сами же президенты топов поднимут условия все равно. Ну, скажет, хорошо, не поднимаешь, а тот президент не делает. И все. И уйдет в другой клуб игрок. Может быть, уйдет хоть наконец-то наши все звездные топовые. Соберутся да уедут. Вы верите в то, что вот этим летом все-таки кто-то из наших топов, топ-футболистов, допустим, Евгения Коноплянка… Кстати, хотелось про Громова спросить. Он же переподписал контракт с Ворсклой. Его же сватали. Действительно ему прочили это место Евгения Коноплянки в Днепре? Да там даже я не скажу, что вот там Громов прямо под Коноплянку. Да нет, их даже рассматривали двоих в команде. Ну, просто шла определенная ситуация. Вышло так, что он просто… Опять же, у Громов тоже очень много сомнений было. Он говорит, я пойду в Днепр, вдруг я играть не буду. То есть он не был на 100% уверен, что будет игровая практика. Естественно, в Днепре тоже очень много хороших исполнителей, которые заблудились, потерялись и которые не играют. Поэтому Громов не хотел прийти с лидера Ворсклы, футболиста, который на хорошем счету, прийти на футболиста Дублера или еще кого-то. Поэтому просто сравнивали с Коноплянкой. Вот если Коноплянка уйдет, тогда Громов нужнее еще в Днепре. Вы же знаете, что у нас не так много украинцев хороших, которые находятся не на контрактах в Грандах. В Днепре, в Динамо и в Шахтере. В Шахтере, да. Так он же не предписал контракт, заканчивается летом. Ну, я думаю, что о чем-то договорятся. Я думаю, что Женя в любом чемпионате не потеряется, как футболист. Он очень сильного уровня. Тут же Ермолин, как Коноплянка. Они будут смотреться в любой команде, в любом чемпионате. По Громову. Будем рассматривать летом. Будет вариант. Но Маркевичу он нужен? Вот вы когда разговариваете, Маркевич говорит, да, давайте Артем прекратим. Ну, если переговоры вели, значит, нужен был. Если ездили, смотрели, разговаривали, значит, интерес был к Грому. Опять же, Артема сейчас зависит. Он переписал контракт. Он на данный момент не думает, что это будет через полгода. Он просто играет, попал в национальную сборную, доказывает и все остальное. Его задача сейчас планку не опустить, а поднять. Поэтому все зависит от него. Кто его знает, кто завтра его купит. Может, не будет речи Днепри, Динамо, Шахтере, кто-нибудь за границей и все остальное. Мы ему желаем поиграть в Европе, это точно. Перспективы украинского чемпионата, мне хочется спросить. Вы верите ли вы на то, что останется? Ну, хотя бы 14 команд. Верю. Никто не верите? Может, не 14, но 12 точно, я думаю, должно быть. Это такой конкурентоспособный чемпионат в Украине. Ну, это же буквально, получается, несколько регионов, охваченные половину Украины без футбола. Ну, опять же, вы же понимаете, что этот кризис надо как-то пройти и пережить эту ситуацию в стране. После того, как вся эта ситуация в стране нормализуется, я думаю, что футбол обратно будет расти и прогрессировать. Поэтому… Да. Мы тоже очень верим. Может, есть у нас какое-то финальное накопительное слово, чтобы такое пожелать украинскому футболу, украинским футболистам? Самое главное – терпение. Все остальное, я думаю, что придет, дай бог, что стабилизируется все и будет прекрасно в нашем чемпионате. И футболистам будет мало уезжать в Казахстан, в Азербайджан, в разные чемпионаты. Так что… Спасибо. Спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо. 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 Спасибо.